Это мельфей с кремом из запеченного лука и утки, горячий картофельный крем с маринованной репой и печенью коня. И на десерт это ванильное мороженое с фундуком и запеченным бататом в кленовом сиропе. Необычное с привычным. Придумать новые блюда для шеф-повара – своего рода вызов. И поле для гастрономических экспериментов. Меню для фестиваля выбирали всей команды бара. В итоге здесь ингредиенты, которые знакомы жителям Урала. Хотя в этом баре блюда и немного разбавили интересными новинками. Это новое прочтение, скажем так, старых блюд. Это использование новых технологий. Каждый продукт, он по-своему интересен, он по-своему уникален. Интересно создавать разные продукты. То есть, допустим, в картофельном пюре попробуйте репу. Это очень, казалось бы, очень просто, но в то же время это новый вкус. Обязательные условия фестиваля – приготовить сет из трех блюд. При этом нужно использовать только местные продукты. Но фантазию шеф-поваров в оформлении никто не ограничил. Кстати, в некоторых ресторанах можно было не только попробовать блюдо, но и посмотреть процесс приготовления. За основу блюда взяли грибы, которые растут в наших лесах. Грузди, рыжики и маслята. К маринованным грибам добавили подкопченную сметану. А в качестве оформления – имитация земли и микрозелень. Все съедобное в традиционных блюдах используют современные технологии. В качестве второго блюда – зобная железа с кремом из топинамбура. А классический красный бархат здесь готовят из свекольных коржей. Старались брать продукты, которые не особо сложно купить на рынке, в магазине. И показать, что с ними можно, допустим, ту же свеклу. Не только борщ из него варить, а что можно из него и десерт вкусный сделать. Кстати, проект зародился в Екатеринбурге, но теперь география фестиваля стала значительно шире. Блюда, которые гостям понравятся больше всего, рестораторы потом закрепляют в основном меню. Человек, который даже не готов был это попробовать, он это берет, пробует, ему это нравится. И он уже для себя запоминает. Ага, значит зобную железу, оказывается, можно есть. Это съедобно. Хорошо, это уже результат. И я надеюсь, что придя в новое заведение, условно говоря, неважно к нам или к нашим коллегам, он готов будет чуть больше экспериментов. По условиям конкурса стоимость трех блюд в любом ресторане обойдется вам в 1100 рублей. Гастрономический фестиваль будет проходить в Челябинске до конца января. Венера Каримова, Андрей Грещук, 31 канал. Продолжение следует...